итак всем доброго раннего утра поскольку сейчас половина пятого утра ну вы знаете что я работаю до утра и допоздна иногда сутками такая уж моя жизнь но я не жалуюсь мне нужно все успеть итак друзья мои наше тело но бренны и и сколько мы живем столько мы болеем лечимся или просто от стресса от усталости от напряжения у нас бывает бессония не отдыхает организм а сон он очень полезен и нужен для организма без этого никуда нехватка сна и отдыха со временем могут привести к различным болезням потому что во время сна организм восстанавливается я вам дарила множество заговоров ритуалов для сна и хочу подарить еще один тушу свечу наверно неправильно горит и капает сюда пачкает пускай для здорового сна чтобы организм отдохнул есть ритуалы которые я дарила если помните да это когда нужно включить и шум дождя и заговор и вы засыпаете вы засыпаете и через некоторое время просыпаетесь в утром состоянии на каждого действует особый метод и возможно всем приписать один и тот же метод для излечения бессонницы теперь как вызвать сон и как изгнать бессонницу если вы будете делать это 5-6 дней к ряду то есть ночей извиняюсь со временем вы заметите что бессонница уходит и в определенное время вам хочется спать эти ритуалы вот маленькие такие но сильные ритуалы вы можете проводить для своих детей если ребенок ним не может никак уснуть мучается и естественно утром тяжело просыпается в школу да и вообще не отдыхает можете провести если причина не серьезная со временем это уйдет если естественно это никак не проходит то понятно что нужно к врачу может быть там что-то не в порядке но обычно заговорить бессонницу возможно и после этого она уходит итак я вам хочу подарить такие маленькие ритуалы заговоры от бессонницы для начала итак читайте на воду шесть раз и пьете либо читайте даете ребенку пить на обычную воду берете нужно так читать чтобы ваши губы практически касались бокала чтобы дыхание шло туда если вы конечно не болеете и ничем не можете заразить своего ребенка прочитали 6 раз и выпили буквально минут через десять пятнадцать самое большее сразу засыпаете или засыпает ребенок читать так заря марьяна вода ульяна струя татьяна меня окутайте обнимите бессонницу с меня снимите на кати на меня сон угомон то будет так заклято угомон это духи сна и покоя отсюда и это слово угомонись или никак не угомонится то есть никак угомон не придет жизнь человека не успокоит еще раз заря марьяна вода ульяна струя татьяна меня окутайте обнимите бессонницу с меня снимите на кати на меня сон угомон то будет так заклято персонализация природных явлений или стихии это закон магии когда создается ощущение сущности то есть вот одушевляется тот или иной предмет или стихия так легче обратиться создать ощущение живой материи и обратиться к этой живой материи к воде например и к заре это первый способ пить воду лечь спать второй способ нужно начитать на воду 13 раз и умыть лицо руки не вытираете лечь бессонница переполохи гамоны от меня уйдите до меня не доходите ходите до черного кота до деревенской прялки до сухой осиновой палки от меня отвяжитесь истинно так это скорее от стресса и от такого внутреннего предчувствия нехорошего или знаете такое ощущение не очень приятный который ну просто никак не дает уснуть мысли какие-то урные или шкорохи или страх какой-то внутренний она полностью прекращается человек засыпает 13 раз на воду помыть вот так лицо руки не вытирая сети лечь если для ребенка точно так же 13 раз читайте на воду помыть лицо ребенку ручки и не вытираясь уложить ребенка минут пять-десять от силы все проходит успокаивается вот этот переполохи все это уходит бессонница переполохи гамоны от меня уйдите до меня не доходите ходите до черного кота до деревенской прялки до сухой осиновой палки от меня отвяжитесь истинно так заклят дальше третье сейчас извиняюсь я найду задых или астма на самом деле задых это более широкое такое понимание в магии потому что не обязательно быть астматиком чтобы задыхаться тяжело дышать иногда бронхи воспаленные хроническое воспаление бронх иногда после тяжелой болезни легких иногда из-за курения различные есть причины возникает задых то есть плохое дыхание если это запустить естественно это уже идет астма хотя астматики они чаще всего наследуют эту болезнь если есть матери у отца у деда неважно у кого-нибудь в семье бывает что в семье рождается ребенок с проблемами дыхания иногда это настолько углублено что человек может задохнуться если у него нету лекарства от астмы таких случаев много к сожалению когда человек задыхался не мог дышать так и умер не дождавшись скорой если у вас есть проблема с дыханием лучше провести этот ритуал я давала этот ритуал не очень давно даже могу сказать последний раз на полтора года назад девушки она астматик прям классический астматик всю жизнь вот этой пшикалкой ходит задыхается в детстве очень сильно заболела и после этого не просто бронхи не дышит и после этого ей больше не пригодилась вот эта вот штучка который пшикается для того чтобы дышать хотя она от страха все же собой носит и я говорю что нужно носить но мало ли если вдруг ослабиться там например заговор то еще раз провести можно вот пока что уже полтора года человек ходит пизы вот этой пшикалки и дышит нормально но для этого нужно все правильно сделать вам нужно опять же говорю можете для себя делать если у вас просто тяжелое дыхание можете это убрать от себя и у вас бронхи откроется у вас легкие откроется будьте хорошо дышать может быть вы знаете такой и заядлый курильщик вас постоянные вот это вот состояние то есть проблемы с дыханием откроется но в этом случае надо будет повторять часто ну хотя бы раз в месяц поскольку вы в любом случае все время вы напоминаете своему организму даете эту нагрузку вам нужно повторять и одного раза не хватит но если у ребенка вот астма или хронические вот парахиальная вот это вот воспаленность то проведите с первого раза обычно убирает можно повторить как-нибудь как только вы чувствуете что ослабевает такой может быть поскольку эта физиология здесь знаете это не снятие порчи которые вернули и закончилась это все же физиология и это не совершенство организма человека потому лучше для профилактики иногда повторять вам для этого нужно купить 13 яиц ну естественно можете купить в магазине это не имеет никакого значения просто яйца любые деревенские обычные такие сики яйца куриные возьмите мешочки 13 штук или можете там сделать эти мешочки и шить или можете просто 13 платков взять с веревкой но удобнее конечно мешок потому что так вот кинули внутрь да и пожалуйста можете привязать куда хотите так вот берете яйцо мешочек 13 штук и идете к разным деревьям желательно не в одном парке чтобы было можете там например 5 деревьев здесь потом другом можете в лесу вы должны повесить яйцо на дерево сначала прочитать один раз значит кинуть в мешок яйцо вот повесить на дерево привязать к ветке еще два раза прочитать отвернуться и уйти на все 13 яиц читайте и уходите и в этом парке не гуляйте хотя бы там месяца два туда появляться уже не должны там где-то проведете через ну в принципе уже буквально этот же вечер будет облегчение постепенно это все у вас уйдет вы отдадите мирозданию через живую плоти яйцо потому что ты живая тут жизнь внутри по сути вы перекид делаете на яйцо пишите на деревья и уходите и так читать по три раза один раз в ладони держать яйцо и два раза читать когда вы повесили уже на дерево на ветку вот так повесили просто привязали элементарно и все поэтому говорю мешочки они удобны яйцо ты в курицу назад не войдешь обратно ногами домой не придешь так и болезнь задых навеки пройдет задыхайся рыба задыхайся злая птица задыхайся слепой кот а у меня болезнь задых пройдет заклято если вы читаете ребенку своему вы можете только своему ребенку больше никому остальные сами за себя должны провести взрослые люди если читаете ребенку то говорите так и болезни задых у ну там у ванечки навеки пройдет своему ребенку и так еще раз считаем яйцо ты в курицу назад не войдешь обратно ногами домой не придешь так и болезнь задых навеки пройдет задыхайся рыба задыхайся злая птица задыхайся слепой кот а у меня болезнь задых пройдет заклято этот ритуал можно применить даже при постоянной болезни например кашель есть люди которых ну вот постоянная кашель постоянно мокрота все время у них это это тоже помогает избавиться навеки потому что это тоже связано с дыхательной системе задых задыхать человек попадает там холодный воздух или вообще воздух то в бронхи если они там каким-то образом воспалены или например клапан сузился закрылся задыхается человек кашляет все время тяжело дышит тоже поможет еще раз говорю 13 яиц повесить подвесить на эти соблана ветки деревьев значит над каждым лицом один раз читать дир держа на ладони потом внутрь кинуть мешка подвесить читать еще два раза и уйти когда полностью это все уйдет берете 13 монет и оставляйте под любое дерево со словами откупаюсь за исцеление и уходите все больше ничего не надо говорить и так яйцо ты в курицу назад не найдешь обратно ногами домой не придешь так и болезнь задых навеки пройдет задыхайся рыба задыхайся злая птица задыхайся слепой кот а у меня болезнь задых пройдет заклят я надеюсь что я очень понятно объяснила вам каким образом это делать проводите и живите здоровыми до этого дня все мои работы вам помогали и впредь будут помогать главное не лениться ради себя подниматься и делать то что положено всем удачи вот так вот